Всем привет, наши дорогие зрители и подпишки канала. С вами, как всегда, я, Славян, канал Семьяна Чемоданных. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Мы сегодня собираемся и готовимся к поездке. А поедем мы из Москвы в Краснодар, в наш любимый Краснодарский край. Но поедем мы уже завтра, сегодня у нас только сборы. Вчера сделал на машине ТО, подготовил ее, провел все возможные диагностики. Этот выпуск посмотрите по ссылочке в описании под этим видеороликом, многим будет, думаю, интересен. Сейчас еще нужно посмотреть уровень масла и поедем в гараж. Там нужно взять прибамбасы некоторые, покажу, залить сюда незамерзаючку. Еще в магазин за продуктами, упаковать все вещи, чемоданы и завтра отправляемся в путь. В общем, погнали в новый выпуск вместе с нами. Вчера на машине сделал ТО, поменял масло, фильтра. Сейчас утром вот надо проверить уровень, доедем до Краснодара и посмотрим, кушает ли она масло. Конечно, не хотелось бы, но вроде нормально пока. Ладно, посмотрим. Давай. У нас в гараже предостаточно незамерзайки. Вообще, я ей не пользуюсь очень давно, потому что мы на югах живем. Но сейчас нужно, сейчас остатки залью, еще добавлю и с собой надо взять обязательно. Захожу в подъезд и такой, о, это типа вот мы уезжаем и решили родители, походу, дело быстро разобрать елку. Как всегда, в дорогу берем сушки, булочки, хлеба, сыр, бананы, печеньки и такие палочки. Ну, еще с собой возьмем канистру молока. Начинаю паковать. Два чемодана вошло, сюда еще ляжет третий. Куча пакетов. То есть, ну, достаточно большой багажник. И при условии, что в салоне еще остается достаточно места, чтобы завтра в пути было удобно, можно было вытянуть ноги. Да, елка в стретче. Иду выкидывать, потом в аптеку. О, мы, оказывается, не одни такие. И дополнительно еще одна. Все, пока. В аптеке мне нужно купить хлор. Какое-то там название, чтобы промывать десну. Вот. Я брал три банки и в итоге уже все закончились. Поэтому нужно в дорогу обязательно с собой взять. Естественно, перед дальней поездкой готовили всю технику. GoPro уже зарядилась. Здесь заряжается сейчас первый аккумулятор, потом будет второй. У нас сегодня целый день. Вот такая прекрасная погода, но в плане солнца. Но морозно, минус 7-8 где-то. Завтра должна быть погода тоже солнечная. И в солнышко, конечно, ехать будет особенно приятно. У меня отец пошел на улицу. Я попросил его запустить в вебаст. Вот она машина. Завтра, чтобы мы встанем в 6. В 6.45 согреется машина. И в 7.15, надеюсь, поедем. Вот все. У нас такой бардак на самом деле. Сейчас мы вот это еще все перетусуем. Здесь больше детских игрушек положим в последний наш чемодан, который мы покупали в Турции. Все остальное уже упаковано в машину. И еще получается, на всякий случай, оставим вот это. Если будет что-то влажное, мы сюда будем убирать. Еще у нас получилась наша стандартная сумка под еду. Вы ее, если давно за нами смотрите, можете много где наблюдать. Мы ее в Сочи приобретали, когда там зимовали. Набрали с собой много, на самом деле, еды. Мы не планируем никуда заезжать. Учитывая, что у нас весь комфорт есть в машине, есть стол, будет большущий термос с горячей водой, то мы можем спокойно пообедать и поужинать в машине. В принципе, когда мы ездим из Москвы в Краснодар, из Краснодара в Москву, мы завтракаем дома. Потом небольшие перекусы, то, что я вам показывал, что мы приобрели. И полноценный у нас есть обед. Как правило, мы делаем это в помпончиках. Но в этот раз мы решили не останавливаться, учитывая, что и снег идет, и слякоть на дороге. Скорее всего, мы будем ехать гораздо дольше, чем обычно. Обычно мы доезжаем за 13 часов по платной дороге. Единственное, в этот раз меня расстраивает платная дорога. Я решил зайти и посмотреть, сколько стоит сейчас будет платник. Последний раз мы по платнику ездили в октябре, по-моему, из Москвы в Краснодар. И у нас вышло 1700 рублей. После этого они отменили все скидки выходного дня, скидки на проезд ночью. Они отменили скидки... Ну, короче, все дополнительные скидки они отменили. Сейчас можно только приобрести свою накопленную скидку, там 3, 5, 10 процентов на следующий месяц по этой карточке. Карточки у нас нету, мы в этот раз едем за наличный расчет через кассы. Получается, в этой карточке теперь она будет экономить только лишь время, когда ты проскакиваешь. Конечно, это жесть. И сейчас цена... Я вот здесь сейчас поставлю скрин. Я специально вел из нашей геолокации в Краснодар почти 3000 рублей. Это я вел, на всякий случай, вторую категорию, если наш фургон сделает под вторую категорию. Хотя, по идее, эта категория тоже B. Но, если ехать на обычной легковой, там, например, на седании, то цена 2650. То есть, в категории B небольшая разница. Но это жесть. И еще при условии, что год назад бензин стоил, солярка, дизельное топливо, как раз в Сочи поехали зимовать, стоило 46 рублей, мы туда приехали. А сейчас дизель стоит 55 рублей. Мамик, сегодня на ужин приготовила. Это что? Говядь-свинина? Мясо. Говядина запеченная. В духовочке с фольгой, там, туда-сюда. Красотища. Все, мы будем садиться ужинать, отмечать Рождество. Сегодня вообще не пил обезболивающее. У меня зуб так гундел, но так фоново, терпимо. Я не стал. А сейчас к вечеру начал болеть. Видимо, пока вещи собирал, голову вниз наклоняешься, кровь сюда. И прямо уууу, и сейчас еле доел. Точнее, я еле не доел даже. Прополоскал, мазь залепил, найс, выпил. Надо ложиться спать. Я после ужина сажусь монтировать для вас новый видеоролик, который вы можете посмотреть по ссылочкам в описании. Сейчас после моей речи будет черный экран, и там будут еще три видеоролика, которые я настоятельно рекомендую вам посмотреть. Мы завтра отправляемся в новое путешествие, в дальнюю дорогу, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк выпуску, помогайте нам в развитии канала, я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике, пока!